Добрый день! Я тут решил провести следующий опыт. Купил подсолнечное масло, бутылку около литра 800 грамм и залил ее в культуру хлорелы. То есть у меня росла в воде хлорелы и я залил туда подсолнечное масло. Вот что мы получили. Масло изменило свой цвет, стало таким желтым. Вот видны пузырьки кислорода, которые выделяет хлорел. В общем употребляет, кушает глицериды и, мало того, она отделила их. Внизу выпал осадок в виде такой темной полосы. Здесь видно. Итак, вот он итог. Очистка масла хлорелой. Прошла неделя, масло приобрело такой желтоватый вид. Внизу выпал осадок. Внизу масло. На дне хлорелла вода осветлилась полностью. На стеклах также прилип глицерин, парафин, липкая часть, которая выделилась из масла. Масло вот такое стало. Такого вида. Внутри видно там мутный осадок. Произошла природная ферментативная перетарификация, так называемая. Можно попробовать масло. Сохранился и запах подсолнуха, вкус. Все свойства масла сохранены. Несмотря вкусовые. Несмотря на то, что вот столько осадка выпало из этого масла. Это внизу хлорелла. Когда она падает в осадок, вниз не захватела она расти больше. В этом потому что как бы появились экстремальные условия, какие-то вещества неблагоприятные. Вот она выпала в спор и в осадок. До боя благоприятных времен. Масло разделилось на фракции. После этого, на мой взгляд, более пригодное для употребления пищи. Вот такое масло мы употребляем. Там внутри виден осадок, внизу масло. Оно легче воды. Этот осадок тяжелее масло. Сейчас его немножко пошевелю. Вот он видно. Надеюсь. Такой мутный осадок. Вот хорошо видно его. В общем, всё. Продолжение следует...